Любовь Аксенова, российская актриса, получившая популярность после съемок фантастических сериала «Закрытая школа», «Ночные стражи», «Выжить после», во время второго сезона криминального боевика «Мажор», комедии «Гуляй, Вася» и «Убежать, догнать, влюбиться». Любовь Павловна Аксенова в девичестве Новикова родилась 15 марта 1990 года в Москве. Родители будущей актрисы никакого отношения к кинематографу и театру не имеют. Мать девушки-фармацевт проработала в аптеке около 20 лет, а отец военный, по национальности русский. В школе Любовь училась хорошо, радовала родителей отметками, поэтому они не сталкивались со школьными и учебными проблемами дочери. С детства Аксенова проявляла творческие способности, выступая на всех утренниках и концертах. По окончании школы Любовь поступила в ГИТИС, мастерская Шенина. Так биография Любови Аксеновой слилась с творческим развитием на сцене. Аксенова вспоминает собственное первое появление на факультете с улыбкой. Когда абитуриентка пришла на первый урок по специфической речи, испугалась происходящего. На полу лежало 20 человек курса, которые издавали странное мычание. Позже оказалось, что таким образом ребята выполняли упражнения по расслаблению. Пронаблюдав пару минут эту картину, Любовь решила, что попала в секту. С ужасом выбежала из зала и позвонила маме. Слова матери запомнились девушке на всю жизнь. Та напомнила Аксеновой, что Москва не сразу строилась. Карьера артиста не ограничивается одним поступлением. Необходимо немного попотеть, прежде чем блистать на сцене. Прошло время, Любовь начала вливаться в творческую атмосферу и оказалось, что не так все пугающе. У Аксеновой никогда не возникало желания бросить актерство и начать заниматься другой работой. Девушка благодарила Бога, что выбрала эту дорогу в жизнь. Актриса говорит, что у нее есть возможность перевоплощаться в разные амплуа, поэтому постоянно узнает что-то новое. Главный ее принцип – доводить начатое дело до конца, а не бросать на полпути. Поэтому все силы Любовь отдает пока карьере актрисы. В кино Любовь Аксеновой попала в 2010 году, после окончания учебы в ГИТИСе. Актриса снялась в сериале «Наши соседи». Далее получила роль Кристины Панфиловой в многосезонном сериале «Закрытая школа». В 2011 году она появилась в одной из серий популярного ситкома «Универ» «Новая общага». Правда, в титрах указана как «Любовь Новикова». В 2013 году Аксеновой поступил ряд новых предложений. Сняться в кинолентах «Лучшая девушка Кавказа» Книна, студия «Семнадцать» Соня. «Выжить после», где девушка выступала в роли Марины, заключенной в Бункере. Последний принес популярность всем актерам, снявшимся в ленте. Не стало исключением и Аксенова. Карьера Люды стремительно взлетела после участия в съемках сериала «Выжить после». Фильмография «Любови Аксеновой» насчитывает десятки популярных проектов. В 2016 году артистка исполнила главную роль фэнтези-боевики «Ночные стражи», героиня актрисы Дана, принцесса вампиров. Фэнтези-фильм показывает повседневную жизнь отдела по надзору за представителями альтернативной жизни – вампирами, ведьмами и оборотами. Также в 2016 году актриса появилась на экранах еще одной главной роли. Любовь Аксенова воплотила образ гордой девушки с северного Капказа Нины в комедийной мелодраме «Убежать, догнать, полюбиться». Нину выдают замуж, но жених девушке не нравится. Чтобы оттянуть свадьбу, но не расстроить отца, девушка придумывает желание. На свадьбе Нина хочет танцевать йодой. Учителем Нины становится молодой австрийский аристократ с русскими корнями, который прячется на Кавказе, сбежав с собственной свадьбой. Кроме того, в этом же году Аксенова сыграет роль Кати в криминальной драме «Мажор 2», где партнером актрисы под съемочной площадки стал Павел Прилучный. В сериале актриса появляется обнаженной. Голую Аксенову зрители увидели во время постельной сцены с героем Прилучного. Она не постеснялась появиться в таком кадре и не скрывает собственную фигуру, вполне отвечающую модельным стандартам. Рос актрисы. 175 см, вес 53 кг. Хотя, учась в ГИТИСе, девушка говорила себе, что эротика, показать грудь, да ни за что. А уже через два года снялась в кино «Альманахи», рассказы и не задумываясь разделась в кадре, потому что того требовала роль. По ее словам, ей нравился персонаж, и она доверилась режиссеру. Тогда же поклонники актрисы могли увидеть, что мини-модная тату на ее теле отсутствует. Также любовь сыграла роль безымянной роженицы в авантюрной траге комедии «Пьяная фирма» и появилась в комедии «Селфи». В 2017 году вышли сразу три картины с участием талантливой актрисы. Аксенова получила главную роль в комедии «Гуляй, Вася», сыграла стервотную Василису, и ее героиня дает развод мужу Миде, с которым уже не живет вместе. А супруг тем временем уже нашел невесту, сделал предложение и готовится к новому брату. Чтобы повлиять на жену, но не рассказывать собственные юридические проблемы перед будущей супругой, Митя уговаривает постороннюю девушку прикинуться его невестой, в подтепенно в тяге в аферу собственных друзей и жениха девушки. Состоялась премьера космической драмы, фильма «Катастрофы. Салют», где Люба сыграла жену космонавта Алехина. Картина основывается на событиях, произошедших в 1985 году. Тогда с советской космической станцией была потеряна связь. Это был первый случай в истории космоса, когда стыковка осуществлялась с неуправляемым объектом. Фильм награжден премией «Ника» и «Золотой орел». Также в этом году вышел сериал «Саждение по мукам», где Аксенова досталась роль Ганны. Любовь Аксенова замужем. Ее личная жизнь отличается стабильностью. Избранником девушки стал продюсер Павел Аксенов. С будущим супругом Любовь познакомилась в кинотеатре, благодаря общему другу, которого актриса пригласила на премьеру короткометражного фильма «Шиповни» с ее участием. Тогда друг прихватил с собой Павла за компанию. В тот вечер будущим супругам пообщаться ближе не удалось, потому как Любовь не обратила внимания на молодого человека. Уже через неделю Аксенова и ее будущий супруг снова встретились, и возникли очень теплые отношения. С того момента личная жизнь любви Аксеновой неразрывно связана с Павлом. Актриса говорит, что с радостью согласилась поменять паспорт и взять фамилию мужа после свадьбы. Знаменитость ее муж – лучшие друзья. Супруг знает об актрисе все, понимает тонкость ее профессии, поэтому во всем поддерживает любимую. Пока в паре детей нет, молодые люди заняты карьерой, хотя в сети регулярно появляются слухи, что Люба беременна. Но в настоящий момент эта информация актрисой не подтверждается. Звезду сериала «Мажор» едва ли можно назвать заядлым блогером. Разумеется, у нее есть страница в Инстаграме и в Фейсбуке, но обновляется страница довольно скупо. Возможно, как раз по этой причине интернет-мошенники выбрали ее своей жертвой. Аккаунт актрисы взломали, но девушка не расстроилась из-за случившегося и завела себе новую страницу. В 2015 году Аксенова снялась для мужского журнала «Максим». Фотосессия получилась сдержанной, но оттого не менее сексуальной. Чаще в кадре она появлялась в купальнике, а откровенные места актриса демонстрировать не стала. Сейчас Аксенова активно снимается. С красивой, талантливой актрисой хотят поработать многие российские режиссеры. В январе 2018 года девушка дала интервью Юрию Дуду, где рассказала, что у нее есть интернациональный агент, который предлагает ее для съемок в европейском кино. Так она попробовалась в «Кингсмен. Золотое кольцо» и в сериал «Острые козырьки». А еще поклонники отметили, что девушка выглядит невероятно естественно. Действительно, на съемки интервью она пришла без грамма макияжа. Однажды она рассказала, что старается не перегружать кожу косметикой вне съемочной площадки. Там-то, хочешь не хочешь, грим наносится в большом количестве. Но есть и те, кто уверен, что актриса неоднократно прибегала к пластике и уколам красоты. Однако это всего лишь домыслы ненавистников. Если сравнивать старые фото с последними, вряд ли кто-то найдет какую-то разницу во внешности девушки. В 2018 году актриса появилась в числе главных героев в фэндези «За гранью реальность». По сюжету фильма, аферист Майкл собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино, но команда попадается в опасность. И спасти их возможно только за гранью реальности. В подсознательном мире. Переменчательно, что в картине поучаствовала и голливудская звезда Антонио Бандерас. Также главную роль Любовь Аксенова исполнила и в «Даме мятеж», где сыграла Лизу Журавлеву, обвиняемую в организации Ярославского мятежа. Под следствием Лиза рассказывает о собственной жизни и любви, которые распортали Первая мировая война, революции и гражданские войны. Слушая историю о трагической судьбе женщины, следователь пересматривает собственные взгляды. Картина увидит свет в 2018 году. В том же 2018 в эфире Первого канала был показан новый сериал «Ивана Катаева» бывшая, где Люба вновь сыграет главную роль. Ее героиня Яна – дочь состоятельных родителей, несчастная и одинокая. Вскоре она становится пациенткой реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых. Там встречает Илью – психолога-консультанта. Сначала девушка для него очередной сложный случай, но постепенно мужчина замечает в Яне нечто большее. Между молодыми людьми зарождаются чувства. Илью сыграл Денис Шведов. Они уже и ранее работали вместе в проекте «Мажор». Долгожданная премьера финального сезона сериала «Мажор» состоится в ноябре 2018 года. Разумеется, Катя Игнатьева, персонаж Аксеновой, появится в этом продолжении. В будущих сериях сохранится и любовная линия Кати и Игоря Соколовского. Актриса сообщает в интервью, что сезон начнется с ее истории, с ее переживаниями за отца. Также в производстве находятся криминальные сериалы «Цыпленок жареный». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.